Здравствуйте, друзья! Вы знаете, что я люблю короткие вопросы и отвечаю на них раньше, чем на длинные. Вот за последние пару дней мы сделали там 5 ответов на 5 вопросов, самых коротеньких. И вот один вопрос по краткости, буквально рекорд поставил, поэтому я считаю нужным на него ответить, не откладывая. Вопрос звучит так. В России кризис, а как у вас? Смешно. Я хочу сказать, что на самом деле даже такая вещь, как кризис, казалось бы, у кризиса есть какие-то объективные измерения. То есть, я не знаю, соотношение производства, скажем, употребления, там, денежная масса, там, миллион разных критериев, безработица, в конце концов, уровень доходов населения, там, у нас тут есть индекс потребительской уверенности, там, и так далее, очень много всего. Но есть субъективная составляющая у кризиса. Вот, отправьтесь вы в эту, в Госдуму, и там народ заседает. Вот спросите, у них есть кризис? Да у них-то нету. У них никакого кризиса нету. Поэтому есть еще масса народа, которые скажут, что кризиса особо они не чувствуют. И это правда так. Вот если человек живет, и у него лично кризиса нет, его финансы не пострадали, там, все живы-здоровы, там, и так далее. А чего плохо-то? У него все хорошо. Субъективно, хорошо. А то, что рядом, там, у кого-то плохо, так это у него плохо. Поэтому в Соединенных Штатах точно так же. Вот если человек потерял работу, у него нету денег платить, там, ипотеку свою, он не может найти другую работу такого же плана, потому что он живет в таком месте, где вот другого, нету такого предприятия, где есть такая работа. А куда-то уезжать, он мог бы, может быть, уехать, но тогда ему нужно этот дом продать, а он не может его продать, потому что там, скажем, цены не самые лучшие. Или он может продать, но он при этом не рассчитается. И пошло, и поехало. И вот есть личная проблема этого человека. И он скажет, у нас кризис. Поэтому, если мы посмотрим на какие-то общие характеристики того-сего, то сейчас в США есть некоторые тревожные вещи. Тревожные в каком смысле? Есть специалисты, которые бьют тревогу. Но они как бы всегда бьют. То есть вот какая бы ни была шикарная экономика, и как бы все не цвело и не пахло, всегда будут люди, которые будут бить тревогу. Потому что всегда из там сотни показателей, за которыми следят специалисты, всегда есть там несколько, которые идут не в ту сторону. И есть основания там бить тревогу. И так далее, и так далее. Значит, был кризис. Понимаете, мы же из кризиса выползли. Была безработица там 10%, а сейчас 5%. Ну вот, значит, уже, глядишь, выползли. За счет чего выползли? За счет того, что государство надалживало много денег. Получается, вроде безработица низкая, и вроде так активность в целом ничего. А в то же время государственный долг там чуть ли не удвоился. Понимаете? А это плохо. Или, например, вот последние несколько месяцев очень неважные репорты идут из розничной торговли. То есть, произошла уникальная вещь. Вот я когда смотрел, там ребята беседовали, специалисты беседовали на Bloomberg TV. И они говорят, аналисты по розничной торговле, аналисты, специалисты из инвестиционных компаний говорят, уникальное явление. У людей на руках больше денег, а тратят они меньше. То есть, люди стали откладывать деньги. Все думали, что они сейчас в ноябре, в декабре, под крисмос, что-то такое потратят много, а они не потратили. Я думаю, может быть, это связано с тем, что они на велосипеде это откладывают, а велосипеде это растет. Может быть, это связано с недвижимостью они хотят. Никто не знает. То есть, это наше предположение, это такое предположение. Специалисты говорят, это не изученный вопрос. Нам предстоит разобраться, что произошло. Но то, что произошло, говорит о том, что снижаются обороты розничной торговли. Walmart, это такой, как бы, знаковый бизнес в Соединенных Штатах. Walmart закрывает, там, сколько там, за сотню магазинов. Сокращаются 16 тысяч человек, теряют работу, потому что вот такой кризис. Потому что они, как бы, экономически, там, эти магазины не оправданы. В нефтяной индустрии потеряли работу что-нибудь. Я не уверен, сколько это в США. Вот я читал, что по миру это 250 тысяч человек. Но какая-то часть из них в США. Поэтому, понимаете как, есть разница между последствиями. Снижение цены на нефть, сырую, между тем, кто потребляет нефть, и тем, кто ее производит. Поэтому фундаментальная основа того, что сейчас происходит в России, это вот эти кризис, это не санкции, там, комариный укус. Вот. Это конкретно падение цен на нефть. И вот эта зависимость между рублем и ценами на нефть очень хорошо показывает, что экономика, вот она такая ресурсозависимая. Мы видим тоже похожие процессы и в Канаде, которые производят, нефтепроизводящие в Норвегии, там, еще в других странах. Значит, но для США-то снижение цены на нефть, ну, кроме того, что, конечно, там, нефтепроизводители в США страдают, и даже вот люди там работу теряют, но для всех нас остальных, это же благо, значит, снижается цена на нефть, снижается цена на бензин, соответственно, снижается, как бы, налог, вот этот нефтяной налог на абсолютно все, что в стране происходит. И, конечно, тут вот даже то, что потухло, может воспрять, понимаете, на таком деле. Пень, весенний день, березка и стройная, и стать мечтает, когда нефть дешевая. Но поэтому, как бы, вот если мы в этой перспективе посмотрим, и, вы говорите, в России кризис, а, значит, а в тех странах, которые потребляют нефть, значит, должно быть все наоборот, расцвет такой. Но США тоже производят нефть, и, как бы, три страны в мире производят примерно одно и то же количество нефти, это США, Россия и Саудовская Аравия. Поэтому, ой, ё-моё, смотри, как подрезал. Ой, господи, боже мой. Да, значит, поэтому, как вам сказать, значит, кризис, ну, вот там, где мы живем, например, бум, не то, что там нет кризиса, я бы сказал, что бумирует. Пойду я-ка сюда, пойдем. Значит, бумирует, а где-то, может быть, не очень бумирует, а где-то, может быть, даже и... Вот, вот, вот место. Светочка, это не место. А что же? Это не место, Ласочка. Это место и с этой стороны, и с той стороны. Нет, с той стороны место, а с этой нет. Ну, так стань с той стороны. А я сейчас с этой стороны. Вот, поэтому всегда, в абсолютно любой экономике, есть какие-то кризисные проявления, а есть наоборот. Вот, и в конечном счете, то, что происходит в стране, это соотношение вот этих векторов, которые в разные стороны показывают, это вот какая-то есть равнодействующая. Значит, сейчас в США равнодействующая, вот сегодня, хорошая. А вот несколько лет назад была не очень хорошая. А, допустим, в 2009 году была совсем плохая. Вот, поэтому что сказать? Вот тут, где мы живем, да, просто бумирует, и на части рвет, и дорожает недвижимость, и на хайвее тут полно народу, люди приезжают, дайте я разверну камеру, значит, люди приезжают на работу, к ресторанам вечером, там, запарковаться негде, поэтому вот у нас тут так, за всю Америку не могу сказать. Но вроде ничего никто особо не жалуется, криков каких-то вот таких нет. Так что, и такая веселуха идет, президентские выборы, знаете, народ балдеет. Сейчас вот все смотрят, следят за выборами, так никогда никто не следил, никому не интересно было. А сейчас вообще Трамп добавил к этому делу такой, как бы, элемент шоу. Знаете, шоумен пришел, уже и выборы стали шоу. Так что, так и живем. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин